Программа не имеет возрастных ограничений. Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРО-7. Более 100 вкусов мороженого на фабрике «Артика». Единственный в России музей истории мороженого. Посетите увлекательные экскурсии и сами приготовьте мороженое. Вкуснейшие дни рождения, свадебные мастер-классы и фотосессии в кафе «Артика». Заходите каждый день на «Спаскую-15». Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Доброе утро. Доброе утро, дорогие слушатели, юные открыватели, мальчики и девочки. И родители юных открывателей, мальчиков и девочек. Вы, наверное, нас уже заждались. А мы-то вас как заждались. И вот, наконец, мы снова начинаем еженедельную познавательную программу «Открывашка» здесь, на «Эхо Москвы» в Кирове. Напоминаю сразу все, что происходит у нас в студии. А у нас всегда по восхищениям что-то в студии происходит. Можно не только вот услышать, да, вот мы тут что-то говорить будем, шуршать там, похихикивать, да. Можно все это увидеть. Очень просто причем. Для этого просто зайти на сайтах Акирова.ру, перейти по вкладочке, есть такая вкладочка справа, веб-камера в студии. И можете увидеть, вот как, да, наши ведущие машут вам рукой в том числе. Да, и наш гость машет вам рукой. И я машу вам рукой, да. А также не забывайте, в нашу студию можно позвонить и нужно будет позвонить по телефону 211-101. Потому что у нас, как всегда, будут для вас замечательные призы. Мы чуть-чуть попозже огласим весь список. А пока я представлю, значит, меня зовут Николай Голиков. Я сегодня буду главным ведущим. Вместе со мной программу будут вести Соня Занько. Соня, привет. Привет. Дима Рябов. Здравствуйте. Как всегда, изысканно вежлив. Ева Кравцова. Привет. Ева, доброе утро. И у нас сегодня в гостях кандидат философских наук Вятского государственного университета. Фотограф, писатель Захар Сергеевич Шашин. Вот подумайте, вот он фотограф, он писатель, он философ. Какая может быть сегодня тема нашей передачи? Я что-то сбился. Вот так вот, да. Тема нашей программы будет сегодня фотографии. Я думаю, это очень актуальная тема, потому что фотографируют сегодня все. Все. Он на салфе себя щелкает. Соня, ты вообще часто фотографируешь? Нет. Я не люблю фотографироваться. Ты не любишь фотографироваться? А фотографировать других? Она любит. А кошку свою фотографировать любишь? У тебя кошка есть? Так, это вопрос из другой передачи, когда про животных будем говорить. Дима, ты любишь фотографировать? Ну, не знаю. Ты часто вот свой гаджет используешь, чтобы фотографировать? Там не чтобы поболтать с кем-то там. Ну, если я уже какой-нибудь красивый памятник или друга фотографирую, тогда бывает. То есть памятник или друга? Да. Дева. А ты как? Не очень люблю фотографировать. Не очень? Странно даже. Я вот говорю, все любят, любят. У нас вот три человека. Я тоже не люблю. Очень странно. Захар, поближе к микрофону чуть-чуть, потому что вот как бы... Захар фотограф, да? А тот дядя, который там сидит, любит фотографировать? Это не просто дядя. Это очень серьезный дядя. А ты забываешь тогда? Потому что ты его так назвал. Захар, вообще вот сейчас такой поток увлечения фотографий, он с чем, как вы думаете, связан вообще? Во-первых, доброе утро. Безусловно, да. Мне кажется, это очень глубокий философский вопрос. Во-первых, с одной стороны, фотография стала очень доступна. То есть есть сейчас фотоаппарат практически в любом гаджете, и каждый человек это может сделать буквально нажав на одну кнопочку. Если раньше это был очень сложный процесс, который требовал... Проявления пленки. Не только проявления пленки. На проявлении еще знаешь, сколько всего нужно было сделать еще, да? Нужно было просто привезти фотоаппарат. Для того, чтобы его привезти, нужна была телега отдельная, и несколько человек, которые бы его таскали. Ребята, в 19 веке фотоаппарат был как старый компьютер, он занимал целую комнату почти. Я думала, что со стола его, что вот такого... Нет, но раньше, по-моему, фотоаппарат был такой на треноге, и, кстати, мы сейчас такой, как порох там еще был... Это уже был очень современный фотоаппарат на треноге. Это уже за 26 лет. С порохом еще, который там щелкали, закрывались простыней. Это, скорее всего, вы видели в фильмах каких-нибудь, да? Потому что уже с этих старинных, скорее всего, просто не сохранилось, и в фильмах их уже не из чего взять. На самом деле до сих пор используют такие фотоаппараты... Самые-самые старые? Ну, не самые-самые старые, да, там, на которые Даггерта, наверное, не использует сейчас фотоаппараты. А вот такие фотоаппараты размером, ну, например, вот такие вот, да, коробки, да, до сих пор используют. Вот если необходимо создать какую-то интересную фотографию, необычную, вот, пожалуйста, такое доделайте. А от фотоаппарата от этого очень много. Зависит именно, какая картинка получится? Конечно, конечно. А какая она получается? Красивая! Большая! Размерная! Ты же видела, наверное, старинные фотографии? Ну, черно-белые. Ну, понятно, черно-белые, цветные-то вообще очень поздно появились, конечно. Вот смотрите, у нас, если мы берем вот такой вот, ну, такие фотоаппараты, наверное, все видели. У меня такой был. У нас таких много дома. Вот, скорее всего, у вас там зенит. Старинный фотоаппарат. Ну, это нет, это не старинный, это достаточно современный. Ну, как, в кавычках современный. Старый фотоаппарат. По сравнению с телефоном. У нас есть такой фотоаппарат, только фиолетовый. И вот смотрите, там внутри вот такая вот пленка. Вот такая пленка. Я убила этот фотоаппарат за два дня. Она 35 миллиметров вот здесь вот. А представьте себе, если у вас вот такой вот фотоаппарат, и вот все, там эта пленка. Я думал, вот такая вот пленка по размеру? Да. Это на километры, что ли? То есть она практически натуральную величину, получается, снимает? Ну, не в натуральную, но где-то так в одну треть, например, в одну четверть. Может быть и больше. Да, и в результате получаются, ну, очень интересные снимки. Описать их словами мне достаточно сложно. Просто нужно вот это показать, посмотреть. Единственное, что вот у меня нету с собой. Ну, чуть-чуть попозже. Все, что можно показать, можно показывать. А теперь мы сделаем вот что. Так как у нас еще к тому же будет викторина сегодня, да? Мы сделаем маленькую паузу. Во-первых, для чего? Соня, расскажи, что у нас будем сегодня разыгрывать. Мы разыгрываем книги. Анна Никольская про бабаку Косточкину, 0+. Дейзи Медоуз, Ежонок Эмили или Корона для умницы. Так вот, Ежонка я нашел, да? Энциклопедия Познакомься – это изобретение, 6+. Энциклопедия Где, Что и Когда, 0+. Энциклопедия Техника, 0+. Приглашение на двоих в кот-кафе Зубки Маклина, 30, где вы увидите 20 котов. Билеты в кинотеатр Киномакс. Приглашение на спектакль Маугли, 8+. Приглашение на посещение собачьей деревни Махнати на 2 персоны. И приглашение в музей истории мороженого Арктика тоже на 2 персоны. Так, и теперь, чтобы люди знали, сейчас будет задан вопрос, тот, кто ответит, сможет выбрать для себя приз, да? Анна Никольская – это моя любимая, я писательница. Ну, хорошо, я очень рад. Так, Ева, вопрос есть? Да. Задавай. Из чего была сделана первая, так называемая, фотобумага? Из чего была сделана первая, так называемая, фотобумага? У меня тоже такой есть вопрос. Вопрос запомнили? Да. Ты уже его не задашь? Можно ответить тогда? Нет, нельзя. Приз получить. Нет, нельзя, и приз ты тоже не получишь. А можно мне вопрос задать гостю? Конечно, конечно. Вот, когда я была совсем маленькая, мне бабушка моя показывала такую машину, тоже, куда вставлялась пленка, и проявлялись на стене там всякие сказки, например, которые можно было читать. И педиаскоп, по-моему, называлось, да? Нет, нам такое показывали, это как презентация за слайдами. Нет. Только в современном, то, что там переключается, там крутится эта ручка, и там меняются. Так, Дима, вопрос был задан, пусть ответит человек пока, да? Потом расскажет. Я хочу ответить. Вопрос и тебе, а? То есть там были слайды, да? Отдельные картинки, которые туда вставлялись. Ну, да, нет, у нас была там пленка, ее просто вставляли и прокручивали. Пленку можно было прокручивать, да-да-да. Понятно, понятно. Ну, это называется проектор. Проекторы были самые разнообразные, ну, и они до сих пор существуют. Такая старая проектора. Ну, так тогда была пленка, как еще могло быть? Ну, то есть, смотрите, тут у нас лампочка, тут у нас пленка. Лампочка светит через пленку, и мы видим на экране, ну, или на стенке, например, изображение того, что есть на пленке. Только в большом размере. Вот это маленькое, а там большое. У меня таких пленок с фотографиями наших очень много вообще просто лежат. Так, я вас прерву, потому что позвонил человек, хочет ответить, Ева, на твой вопрос. Ева, вот поговори сама, ты задал, а ты поговори. Привет. Привет. Как тебя зовут? Саша. А сколько тебе лет? Одиннадцать. А в какой школе ты учишься? В ЭГГ. Интересно, я тоже оттуда. Ну, и какой же вопрос на мой ответ? Какой же ответ на мой вопрос? Какой же вопрос? Семёры обрабатывались хлористым серебром. Каким? Семёры? Листы пищи и бумаги обрабатывались хлористым серебром. Приобретая светочувствительность, становилось пригодным для получения негатива. Из интерната читаю. Прямо как по книге, да? Так из книги или из интерната читаю. Так это главное, что хорошо. Так, подожди, пока... У меня тоже другой ответ. Погодите. Есть такая штука, называется учебник истории. Да неужели. Да, есть такая штука. У тебя какой-то другой вариант или похожий? Нет, у меня вообще другой. Вообще другой вариант. Так, тогда мы что сделаем? Мы попросим нашего эксперта, который у нас сегодня в гостях, да? Нет. Так, Дима. Ответ на самом деле правильный, но только немножко не из той эпохи. Правильно? Да. Ещё чуть-чуть пораньше. Как вот самая-самая первая фотобумага делала? Там, наверное, есть... А, вот этот вопрос был ещё раньше, до того, как... Судя по всему, да. Да. О том, что дети спросили. Тут написано, пока не буду читать. Так, ну хорошо. Давайте сделаем вот что. Человек, в принципе, ответил правильно. Да. Правильно. Эпоха была не названа, да? Да. Давайте мы ему всё-таки приз дадим. Давайте. Приз дадим? Ну и... Так ведь? А потом скажем тот ответ, который Ева ты планировала. Да. Ну что тогда? Какой будет приз человек выбирать? Ты книгу хочешь или приглашение? Билеты в Артика. Билеты в Артика? А ты их получишь прекрасно. Любишь мороженое? Кто ж его не любит, да? Я. Фотография фотографий. Он не любит. Ева, а теперь скажи, как вот по-твоему, какой был правильный ответ? Первая фотобумага была из асфальта, точнее, из асфальтового лака. То есть асфальт уже был в то время? Да, действительно, Даггер использовал асфальт для получения своих первых шликов. Даггер использовал серебряную пластинку. Я про Даггер готовил. И сверху немножко асфальт. Ну да. То есть асфальт использовался. Вообще странно слышать, знаешь, для фотобумаги. Коток такой асфальтовый представляется вообще нормально. Так, вопрос твой. Дима? Какие пары Даггер поставил в шкаф вместе с серебряной пластинкой? Чтобы... Что он поставил? Какие пары? Пары. Да. То есть пары. Ну, чашку с какими-то... Да, понятно, чтобы пар был, да? Вот в своей вот первой машине. Да. Непростой вопрос. Так, вот сложный довольно-таки. Но если люди читают учебники «История», я думаю, они ответят. Элёх, на самом деле, вопрос. Ну, это тебе так кажется. Можно подсказку? Не надо, пока. Не надо. Давай немножко подожди. Если человек старается и будет какой-то приблизительный ответ, дашь подсказку. Ну, вообще, смотри, мы так уже часто фамилию Даггера вот вспоминаем, да? Потому что помним, слово такое было страшное. Даггеротип. А что это такое значит? Даггеротип, да. У нас ведь ребята сегодня все-таки немножко домашние задания как бы готовили, да? Ну, да. А что такое Даггеротип? Так, Дима, значит, тебе дальше и говорить про Даггер. Кто он такой вообще? Он был художник-декоратор французский. И он забрал первую фотографию, можно так сказать. После долгих опытов, которые у него получались нечеткие фотографии, он как-то раз положил пластинку, повесил пластинку в шкаф и случайно забыл чашечку с веществом, которая задала вопрос. Про которую ты спросил? Вот. И через несколько часов увидел это и подумал, что это такое. Начал выгребать всякие склянки, вот, и увидел эту чашечку открытую и понял, что это... Но такого опыта он больше не смог получить по какой-то причине, которая не была на месте в интернете. То есть ты в интернете смотрел? Да. Ева, ты что сказать хотела? Фотографию придумал не Даггер, а Жозеф Непс. Правильно. Вот. Давай пять. Неудимую пять. Вообще... Ну Даггер вошел в историю. Нет, 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 нет. Он позаимствовал у Жозефа. Нет, Непс и Даггер... Вот я читал тоже в интернете, они работали вместе, заключили мирный договор на 10 лет. Мирный договор? Да. Классно. Ну, после того, как Непс умер, Даггер продолжал свои уже опыты сам. А, но все равно он у Непса позаимствовал. Что-то он по Непсу позаимствовал. Хорошо. К Непсу перейдем следующим этапом, да? Так, Дим, повтори, пожалуйста, вопрос, чтобы люди не забыли, что ты спрашивал. Чашечка с каким паром... Веществом. Да, с каким веществом стояла в шкафу Даггер, когда он проявлял фотографию случайно. Давайте подскажем хотя бы, когда... Давай тогда подсказку сделаем, да. Ну, немножко подскажи, чтобы люди были... Хотя бы в каком-то году или там что-нибудь такое... Такое вроде. Ну, сейчас. Это вещество сейчас очень часто содержится. Ну, вот я не буду говорить, а если я скажу, где содержится, так сразу же все угадают. Почему ты так думаешь? Потому что... Вещество, оно же не состоит из какого-то одного, ну... Нет. В него все равно добавляются что-то. Нет, 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 ну... В общем, ладно, вопрос задан. Скляночка с каким веществом была в шкафу у Даггера? Да. Ну, хотя бы, какого-то сказку-то постараюсь дать. Ну, хотя бы вот, где это вот, в каком направлении, да, в какой области это вещество сейчас используется? А, в медицине, в приборе медицинской. В приборах медицинской, да? Мне кажется, я знаю. В одном приборе медицинской. Я знаю, что за прибор. Нет, я не знаю, что используется, я знаю, какой прибор, мне кажется. Не забывайте, наш телефон 211-101, если мало, мы вдруг забыли, да? Вы можете ответить на этот вопрос, который задали. Круто! Который задал Дима, и получить приз. Почему нет? Вот, а мы давай продолжим тогда говорить с нашим экспертом. У нас сегодня, напомню, в гостях кандидат философских наук, ребят. А, нет, я, кажется, догадался. Да, фотограф и писатель Захар, Шашин Захар. Вот мы как-то остановились вот на этих вот, на пленочных аппаратах, да? И вот заговорили о том, что это было довольно-таки сложно. И на самом деле процедура-то была такая хитрая. То есть вы начали с того, что пленку в фотоаппарат вставляли, да? А как сама-сама процедура в пленку, то ведь нельзя было на свет показывать. Она сразу, как только на свет попала, так и засветилась. Да, засветилась. А мне кажется, что, наоборот, пропала фотография. Мне казалось всегда, что... И надо было, наверное, идти в какую-то темную, темную комнату, но мы про темную комнату говорим попозже. Так, хорошо, принимай звоночек. Здравствуйте, как вас зовут? Савелий. Савелий. Сколько вам лет? Девять. Девять. В какой школе вы учитесь? В десятой. В пятой школе. Мы очень хотим услышать ответ на мой вопрос. Но я не могу... Не все. Как, Чарльз? Алло? Алло, да. Не услышал? По-моему, он сказал слово ртуть. Да, ртуть, ртуть, да. Он сказал слово ртуть. Он сказал... Это правильное слово? Правильно, правильно. Бинго! Человек угадал правильный ответ на этот вопрос. То есть даггер оставил скляночку ртутью в шкафу, да? Так, все идеально. Давайте ему дадим уже приз. Давайте. Так пусть он скажет, что он хочет получить. А вот можешь сказать, в каком медицинском приборе ртуть еще используется просто? Самое просто... Градусник. Правильно. Все, ответ. Даже два ответа, да? Да. Что теперь два года приза давать? Теперь... Нет. Извините, направление одно. Ладно, хорошо, Соня. Так, давайте. Ты хочешь книгу или приглашение куда-нибудь сходить прогуляться? Там все у вас пригласили. У нас есть книги... У нас есть книги, у нас есть пригласительные билеты на спектакли, на... Кино и Махнатия и вообще везде, куда ты так хочешь. Ты хочешь книжку почитать или куда-нибудь сходить? Давайте билет. Билет. У нас есть вот приглашение на спектакль Маугли 8+, приглашение на посещение собачьей деревни Махнатия на две персоны. Билет в кинотеатр... А собачья деревня Махнатия это что такое? А Махнатия это в эко-ярмарке, знаешь, там есть и кошечки, и собачки, и с ними можно пообщаться. И купить можно. Но лучше... Можно просто здорово поговорить. Ну что, в Махнатию, да? Нет, давайте на Маугли. На Маугли, отлично. Театр на Спасской. Маугли это будет у нас 27 мая. Я правильно читаю, по-моему, да? Да, по-моему, да. 27 мая в 11 часов на две персоны. Маугли, через 6 дней. Да, все прекрасно. Нормально, по-моему, хорошо. Так, чтобы не было большой паузы, давайте пока еще один вопросик. Соня, отвлекись, задай вопрос. Хорошо. И потом уже пиши свою важную запись, делай. Так, я хочу спросить, в какой промежуток времени была сделана первая цветная, ну хотя бы приблизительно к тонной коже, например, цветная фотография? В какой промежуток времени это что имеет в виду? В какие годы? Ну вот да. В какие годы появилась цветная фотография? Потому что какой промежуток, я сначала понял, так, сколько времени потребовалось человеку, чтобы получить первую цветную фотографию. В какие годы, да? Да, в какие годы. В какие годы, примерно, в какие годы появилась цветная фотография? Я не знаю, я не знаю. Так, ты записала там все, что нужно? Так, нет. Вот, а мы пока вернемся, наконец, к тому, как, собственно, развивалась эта фотография, да, с чего она начиналась, и уже в наше время даже, как вот она происходила с этой пленкой, которой сегодня далеко не все знакомы. Я знаком. Я знаком. Замечательно. Я хочу обратить ваше внимание на вот ту самую ртуть, про которую мы так много говорили. Кто помнит, какие есть очень такие опасные характеристики у ртути? А, то, что, все равно, то, что если разбил градусник, надо проветрить сразу... Знаете, какое у меня чувство, когда я первый раз разбила градусник, у меня отцепенение, и я просто стояла в комнате. Страшно. Потому что ртуть, она опасная для здоровья. Я не разбивала. Ну да, скажем так, это яд. Это яд, на самом деле. Вот, и большая часть процедур, которые были связаны с первой фотографией, всегда были опасные. Если вы откроете книгу, ну, например, начала 20 века, где описаны различные фотоэмульсии, тогда ведь не было производства вот даже такой пленки, да, которая для нас-то уже какой-то прошлый век. Нет. Ее делали дома, то есть ты должен был приготовить вот эту светочувствительную фотоэмульсию, которая еще, если на свет-то попадет, она испортится. Подождите, подождите. Дома? Дома, конечно. В темноте. Вы занимались химией, при этом вот там в книге подробно описано, как вы должны, что должны сделать. Чтобы она не просветилась еще, чтобы ее не испортилась. Чтобы ее приготовить, да, чтобы она не испортилась, и более того, после того, как вы это все сделали, вы могли отравиться. И там описан способ, как предотвратить какое-то повреждение своего организма, отравление, ну так называемый антидот. Противогасной, противогасной. Противогасной, он тоже изобрели. По-моему, он немножко не очень такой. Можно баночку надеть. Соня, у нас есть ответ на твой вопрос. Допрашивай человека. Привет, как тебя зовут? Света. Хорошо, сколько тебе лет, Света? Восемь. Ты уже в школу ходишь ведь, да? Да. А в какую школу? В Петербургский лицей. Здорово. Мы в Петербург поедем. Так, давай ты ответишь на мой вопрос. В 1853 году. Правильно, это правильный ответ. Но у меня было в промежутке там, потому что 1851 и 1856. С начала 20 века. Да, вот шли эксперименты как раз. Но ты правильно ответила все равно, потому что вот в это время. Ну. Давай, ты что, хочешь приглашение куда-нибудь или ты хочешь почитать что-нибудь? Или интересную книжку. Да. Я хочу в билеты в кино. В кино, билеты в кинотеатр Киномакс. Отлично. Так. Ты их получишь? Что нужно сделать, чтобы получить билеты? Просто поговорить с редактором нашей программы. Да, просто поговорить. Да, тебе объяснят, как их получить. Так, у нас еще была такая фамилия Ньепс упомянута. Да. Кто-то готовил про Ньепса маленькую информацию? Ева. А ты про что готовился? Вперед. Жоза Франьепс это французский изобретатель. Когда он жил? Такой вопрос. Облом. Какой сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Облом. Эй, не вестай в своем планшете. Г. Г. Он родился 7 марта 1765 года. 1765 года, то есть 18 век. Это кто? Да. Я такие же почитал биографии про машину Монтой. Дима, тебя не спрашивали. Да? Да. Помоги немножко, Ева говорит. Ага. Ев. Ну давай, давай хотя бы что ты знаешь. Кто он был? Кто он был? Французский изобретатель. Изобретатель. А он, прощи. Подожди. Просто сидел и изобретал с утра до вечера. Ты сказала, что он изобретал первую пленку. То есть он в каком направлении изобретал? То есть что он изобретал вот конкретно? Так. Вопрос как будто. Он изобрел фотографию и назвал ее гелиографией. Как назвал? Гелиографией. А почему он так ее назвал, ты не знаешь, да? Ладно, каменький вопрос. То есть считается, что это самый главный изобретатель фотографии, да? Да. И он близко дружил с... Ну я могу хотя что-нибудь сказать, например, изобрел он фотографию в 1826 году, как я знаю. То есть уже не молодой мальчик был, да? Ну такой. Нет, он изобрел именно саму фотографию. Это не Епс. Да. Он дружил с Даггером и рассказал ему, как он изобрел фотографию. И они стали вместе изобретать. То есть хороший друг. Да. На 10 лет. На 10 лет. Всего на 10. А что, потом они поссорились? Потом он умер. Вот какая грустная новость. То есть получается, он уже был точно не молодой. Печалька. Ну если он родился в середине 18 века, то в середине 19 он точно был уже очень не молодой. Так, у нас сейчас будет маленький перерывчик. Перед ним, Ева, снова твой вопрос, если он у тебя еще есть. Да. Да, задавай. Почему на старинных фотографиях у машин были овальные колеса? Почему на старинных фотографиях у машин получались овальные колеса, да? Да. Вот, интересный такой вопрос. В комиксах так же стали делать. И в комиксах так же стали делать. Ну, этапе какая-то. Сейчас мы сделаем маленький перерывчик, чтобы дух перевести. И потом вернемся в студию. А вы, ребят, пока думайте над ответом на этот вопрос. Ну что, мы возвращаемся в студию. У нас, напомню, продолжается программа еженедельная познавательная под названием «Открывашка». Веду ее я, Николай Голиков. И мне помогают еще трое прекрасных со-ведущих. Соня Занько. Привет, Соня. Привет. Дима Рябов и Ева Кравцова. И напомню, что Ева перед перерывчиком Ева задала такой интересный вопрос. Почему на старинных фотографиях у автомобилей получались овальные колеса? Хотя вы, наверное, все знаете, что они круглые. Это логично. Надо еще, кстати, вспомнить. А может быть, они были овальные. Да, вдруг они подвратные. И пока была такая музыкальная пауза, кто-то ведь, смотрите-ка, сообразил Еву. Поговори с человеком, кто-то хочет ответить на твой вопрос. Привет. Алло. Алло, привет, нормально, все хорошо пошло. Как тебя зовут? Настя. Прекрасно. А сколько тебе лет? Одиннадцать. В каком классе ты? В пятом. А в какой школе учишься? В ЭПГ. Интересно. Г. Не знаю, такие прогулы. Это, наверное, Вятская православная гимназия. Правильно угадала? О, все. Да. Вот. А какой же ответ на мой вопрос? Временный параллакс. Так. Парадокс, наверное. Кто? Парадокс, да. Параллакс. Смещение, вообще-то, параллакс, насколько я помню. Параллакс, да, это смещение. Так что ответ-то, в общем-то, правильный. Мне кажется, просто из-за того, что нечеткое было тогда еще изображение, колеса деформировались. Смотри, временной, наверное, все-таки, опять-таки, да? Временной, конечно, да. То есть, потому что, чтобы сделать фотографию, нужна определенная выдержка, да? То есть, какое-то время должно быть изображение. За это время колечки-то, они же крутятся. А этот, ладно, давай. Что ты хочешь, книгу или куда-нибудь пойти? А можно еще раз книги? Книги у нас есть про, ну, вот, тебе, поскольку ты уже старше, наверное, познакомимся. Это изобретение, где, что и когда, техника. Давайте, где, что и когда. Что, где, когда? Ну, и есть еще для девочек такая, ежонок Аймири или корона для умницы. Очень красивая книга. С красивой, красивым ежонком на блажке. Все, давайте не будем уже человеком, где, что, когда. Так, ну что, Ева, ответ-то был правильный? Мы забыли спросить. Ну, да, могу уточнить. Уточни, пожалуйста. Скорость затвора фотоаппаратов была низкой, поэтому, чтобы снять движение, использовали аппараты, у которых затворы со специальными шторками, и получалось искажение. Вот из-за того, что именно шторки так это... Да, они медленно двигаются. Медленно двигаются, да. И частично экспонируют, соответственно, пленку или там какой-то другой материал, светочувствительный, и в результате получали... И потом в комиксах стали использовать тот же самый эффект, чтобы показать, как быстро движется автомобиль. То есть, как бы это... Фотоаппарат подсказал человеку, как правильно изображать быстро движущийся автомобиль. Так получилось, да? Ну, вот, например, еще фотоаппарат подсказал человеку, как правильно двигается лошадь. Ни один художник до появления фотоаппарата не мог правильно нарисовать... Ноги. Движения, да? Да, ноги, когда она прыгает особенно. Потому что она делает это очень быстро. А вот фотоаппарат позволил это сделать. То есть, вот это застывшее мгновение вдруг показало художникам, что они там тысячу лет были неправы, да? Алена, это ты венечка. Он же вроде рисовал лошадей. Там именно в момент прыжка... Нет, он рисовал статичных лошадей. Это понятно, когда он перед тобой стоит. Все же, даже я постараюсь, так у меня получится. Вот, и когда она сам блюдет, он же быстро это все делает. И очень сложно понять. Фотоаппарат позволил остановить это мгновение. И, кстати говоря, не только фотоаппарат, еще и кино первое. Если посмотрите, это тоже. В основном снимали, как двигаются люди, как двигаются животные. То есть, вот, интересовал именно момент правильности геомеханики. Многие такие завороженные. А какое первое кино было? Так, про кино поговорим потом. Про кино это да, потом. Вот. Кстати, Дим, как раз уж твой голос раздался. Задавай вопрос, твоя очередь. Ну, вообще, все вопросы уже практически... Все уже вопросы мои задали. Я так, два вопроса, один я задал, другой Ева. Да? У меня тоже самое. У тебя тоже самое. Давайте наш, Костя. А можно с ней я задам? Да, давайте, давайте. Ева, есть у тебя еще вопрос? Да. Задавай. Сколько стоит самая дорогая фотография в мире? Сколько стоит самая дорогая фотография в мире? Хороший вопрос. Есть самая дорогая фотография в мире? Да. Захар, а ты знаешь? Ну, я знаю порядки цен. Да, порядки цен. Конкретно вот самая дорогая фотография. Специалист, порядки цен знает, вы понимаете? А я теперь знаю. Кыш, кыш, кыш. Ну, видишь, я так понимаю, что раз фотография самая дорогая, то она, видимо, так и каждый день продается. Да, конечно. Я бы хотела еще рассказать одну биографию. Можно ли мне? Про нашего как раз русского тоже фотографа. Это Сергей Лобовицкий. Лобовиков. И он не просто русский, а наш? Земляк. Наш земляк, да. Наш святский фотограф. Белый родился так. 19 июня 1870 года Российской империи. Он, как я знаю, даже фотографировал крестьян. Очень даже красивые фотографии. И он ездил на выставку в Париж, когда еще Афельева башня строилась там, по-моему. И занял своей теме, по-моему, бронзу он занимал. Со своими фотографиями, да? Да, со своими фотографиями. Но это уже достижение. Безусловно. И умер он во время войны в Калининграде 27 ноября, к сожалению, 1941 года, по-моему, да? В Калининграде? Ну, я, честно говоря, не специалист в Лобовикове, да? По-моему, он умер в Ленинграде все-таки. Вот, ну вот, да, я сказала в Ленинграде, да? В Калининграде? В Калининграде. Ну ладно. В конце концов, у каждого человека есть гаджет, где можно посмотреть даты жизни Лобовикова. Вот, и там такая, конечно, была история, что вот эти прекрасные снимки, которые... Сожгли, да, еще? Нет, не просто... Нет, их не сожгли. Снимки, которые путешествовали по Европе до войны, они находились в открытой квартире долгое время. Ленинград же, он находился... Не очень хорошая история, получается, со снимками. Да, и потом, соответственно, эти фотографии обнаружили, и вот... В хорошем, в плохом, в плохом, наверное, состоянии. Какие-то в хорошем, но большая часть, конечно, были повреждены, утеряны. Ну, я думаю, что к творчеству Лобовикова мы еще вернемся, кстати, в связи как раз с ВятГУ, которое вы представляете сегодня, да? А у нас, я понял, есть ответ на вопрос насчет самой дорогой фотографии. Давай. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Ульяна. Интересное имя. Ну, у нас вообще в школе ни одной Ульяны, по-моему, нет. Есть. Да, есть. А вот сейчас мы узнаем, а вдруг она из вашей школы. В какой школе ты учишься? В АГГ. Ура! Вот так вот. Вот в АГГ и Ульяна есть. Ура! Есть. Одна или две. Много. Много. Так, ладно, давай. Сколько тебе лет? Мне 12. В каком-то классе. В пятом. Угу. Угу. Ну что? Так, какой ответ? А вам пора спрашивать, да? Шесть с половиной миллионов. Правильно. Долго. А еще дополнительный вопрос. Как называется снимок? В фантом. Правильно. А я не помню, приз ты хочешь. Подожди, подожди. Это вообще что за снимок? Вот, Ява, расскажи немножко, что это за снимок такой? Почему он такой дорогой? Ты не в курсе случайно? А что там случилось с ним не так? То есть, что такое должно быть на снимке, чтобы он шел шесть с половиной миллионов долларов? Я знаю, что такое фантом, это такая обгорелая зеленая какая-то вещь, которая не существует, а она тебе видится. Ну, это более такая мистика. Ну, она не обязательно обгорелая и зеленая, а фантом это все, что тебе видится, да? Некая мистика, да? Ну, вообще, конечно, интересно слушать. Может, там человек проявляется немного такой. Ладно, давайте отпустим слушателя. Так, что ты хочешь? Какой приз? Книжку или приглашение? А что есть? Из приглашения или книжки? Много чего. Из приглашения у нас еще остались в страну Махнатьево, да, в деревне Махнатьево? Вот ты любишь животных? Да. У нас есть Махнатьево, где есть и кошки, и собаки на две персоны. То есть, я как поняла, это сертификат на 200 рублей, то есть либо четыре ребенка, либо один взрослый и два ребенка. И у нас приглашение на двоих коты-кафе Зуки, как ты поняла, там кошки, и их целых 20 котов, можно со всеми пообщаться. Из книжек? Из книжек? Что к животным не хочешь? Ну, что посоветуем? Ну, вот у нас есть, поскольку тебе 12, наверное, техника есть и изобретение, но еще есть. А что про корону для улицы? Есть еще как раз про животных, про, сейчас, про бабаку Косточкину и ежонок Эмилии или корон для умницы. Можно бабаку Косточкину. Хорошо. Хорошо, отлично, по-моему, отличная книга. Да, нормально. Ну, по крайней мере, веселенькая. На вид она очень красивая, по крайней мере. Сейчас я тебе покажу, если ты смотришь. Да, все, показал. Кстати, хотел бы еще напомнить ребят, что вообще-то как бы учебный год подходит к концу, у кого-то каникулы уже начинаются, у кого-то вот-вот начнутся, у кого-то уже начались. Я просто хочу сразу сказать, вы не забывайте, что летом по воскресеньям мы тоже будем с вами встречаться. Поэтому не забывайте настраиваться на нашу волну и звонить нам по телефону 211-101. Ну, кто-то когда-то уедет, кто-то потом вернется. Так что, по идее, мы все с вами встретимся. Ну что, мы продолжаем разговор про фотографию. Кто у нас еще готов задать вопрос? Ребята, Ева, ты сегодня просто молодец. Давай. Я сегодня вопросник. Да-да-да. Кто был изображен на первой цветной фотографии в России? На первой цветной фотографии в России кто был изображен? Я знаю кто! Я прочитал тебя. Те, кто подсмотрели, те пока помолчите. А я просто фотку видела. Ясно все. Значит, кто был изображен на первой цветной фотографии в России? Именно кто? Вопрос понят, ребята, думайте, звоните, 211-101 наш телефон, нам можно еще смс-ку, кстати, отправить, 8909-720-101 и 0, если мало ли кто-то говорит. Леонид, можно я по смс-ке ответить, да, мы не против? Мне кажется, писать немножко труднее, чем говорить. Ну, разные люди бывают, да, кого-то может просто в руках уже. А кто-то болеет. Ну, что-то, конечно, может, асип, мороженого холодного поел, да, всякое бывает. Ну, это фотографу можно и без голоса. Главное, чтобы был фотоаппарат. Главное, чтобы был фотоаппарат. Может быть, фотография перешлет нам. У нас, кстати, сегодня вот на столе очень много разных интересных вещей, да, вот мы как-то вот все говорим, говорим. Очень много. Я даже не знаю, как это описать тут и какие-то, и сами по себе аппараты, да, причем довольно странные формы, вот там, да, что у нас такое? Вот это вот, это фотоаппарат. Это фотоаппарат такой, да, по-моему. А вот это что такое маленькое? Вот это вот маленькое, это то, что необходимо для того, чтобы этим фотоаппаратом воспользоваться. Это он называется экспонометр. Да, это называется экспонометр. У меня такая штука была, когда я был маленький. Это экспонометр в падающем свете. А что такое падающий свете? Да, это вот смотрите, какая штука. Вы уже привыкли. Как он называется вот этот? Вот это пленочный аппарат? Да, это пленочный фотоаппарат, но в нем не вот такая вот 35-миллиметровая пленка, а она в нем больше. Ширя в смысле, да? Да, вот здесь вы видите. А давайте мы на камеру покажем. Вот такая вот пленка. Это называется среднеформатная пленка, ведь она намного больше. Это среднеформатная? Это среднеформатная. То есть это крупноформатная. Да, я помните, рассказывал, что существуют огромные фотоаппараты, да? Ясно. Вот это уже крупный формат. Аппараты-гиганты. Да, гиганты. И вот смотрите, мы привыкли, что мы смотрим фотоаппарат, например, вот таким вот образом, да, ищем видоискателя кого-то. Это уже современный, как я понимаю. Это современный цифровой. У нас в учете такое есть. А вот здесь вот, это так называемый шахтный видоискатель, как шахта, да, и вот так вот смотрите. То есть смотришь вниз, а видишь вперед И видите, вот через Это немножко неудобно Нет, наоборот, это даже очень удобно Потому что если вы представили вот такой фотоаппарат Себе к лицу, вас все сразу видят А если вы стоите так тихонечко И смотрите, ну никто же не понимает Что происходит Можно вести скрытую такую съемку А для жанровой фотографии это очень важно Чтобы вас не замечали Жизнь, чтобы схватить, очень важно А можно посмотреть? Пока, Соня, смотришь, у нас Звоночек есть Ответь на звонок, а то Ева у нас и спрашивает И отвечает все время Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Маргарита Сколько вам летит Маргарита? 14 В какой школе вы учитесь? 70 Мы хотим услышать ответ на вопрос Лев Толстой был изображен на фотографии Все правильно Лев Толстой Он на лавочке сидел Он на лавочке сидел Стихи почти уже идет И песню купил И песню купил И там можно покрутить всякие штучки Обязательно ручками Захар, вы не боитесь, что они там что-нибудь покрутят? Да, нормально Давайте мы уже отдадим Отвести внимание Слушатели Ты что хочешь, приглашение или книгу? Книгу Хорошо, у нас есть Дейзи, Мэддуссон, Ежона Кэмили или Корона для умницы Есть познакомься, это изобретение и энциклопедия техника Давайте технику Эциклопедия техника Ну, кстати, такая яркая, милая Такая красивая Плохо видно здесь, плохо видно Слизко раскручато изображено Там вот есть еще линза, я ее могу достать Это вот? Нет-нет-нет, она сверху Хорошо, ты ее получишь Достали, чтобы было получше видно Я хотела сказать, что когда мы готовили с мамой как раз наши контрольные по окружающему миру Мама мне сказала очень красивое описание фотографий Что фотограф ведет летопись нашего мира, который он изображен И с помощью специальных приборов у нас это был фотоаппарат Ну, в общем-то, правильно, наверное Такова, наверное, есть отчасти Дима, да я тоже посмотрю Так, ребята, подождите, вы пока изучаете все Захар, может у вас есть вопрос для слушателей? Да, у меня есть вопрос Давайте, давайте спросим, чтобы они не скучали у нас У меня такой вот вопрос Так, тихо Какая характеристика, какая черта самая важная для фотографа? Для самого фотографа? Да, вот для него Ага, то есть каким свойством должен обладать человек, чтобы быть фотографом, да? Ну, можно так и формулировать Главное такое свойство фотографа Ребят, как вы думаете, какой вот, какой чертой должен быть фотограф? Ты потом скажешь после эфира, ладно, Соня? Я так ждала, я так надеялась Так, ну ладно, у нас там ребята уже увлеклись совершенно Закар можно наконец спокойно поговорить, да? Продолжать работу камеры И на самом деле для того, чтобы вот этим фотоаппаратом, который сейчас ребята так очень внимательно рассматривают, чтобы на него снимать просто так это сделать невозможно, потому что нужно померить количество света, которое падает на объект, который ты хочешь снять Можно спросить? Да Это типа спидометра, как скорость меряет только свет, да? Да, только со светом, да? Только со светом, да? Освещенность Светометр Вы подходите к объекту, который вы хотите снять, измеряете, тут специально видите шкалы есть, на них выстраиваете, понимаете, какие будут настройки на фотоаппарате и потом фотографируете этим самым фотоаппаратом То есть сначала подходите к объекту и говорите, здравствуйте, я хотел бы вас замерить, например, света, а потом, чтобы он не заметил, что вы фотографируете, используете этот фотоаппарат, да? А вот если вы фотографируете вот так вот скрытно, то нужно на глаз уметь определять, какие настройки Ну это видимо с опытом приходит, наверное, да? Да, вот сейчас это делает компьютер, иногда он это делает не очень правильно, поэтому может быть пересвет Иногда делает очень неправильно Да, а профессиональный фотограф, он даже не глядя может, ну или по крайней мере мог настроить все характеристики, все вот эти необходимые перемены на фотоаппарате и не глядя даже сфотографировать и вполне мог хорошо получиться Это как мне говорят, когда меня фотографируют, свет не там падает, свет, и вот так час ходишь, смотришь, где свет нормально падает Ну это тоже важно, конечно Самое трудное Хотя опять же вот когда говоришь фотографу, я не говорю, что в принципе, конечно, свет-то может падать как угодно, твоя задача Фотографировать пять секунд, а ходишь, свет измеряешь, час Вы понимаете, да, что фотографии на самом деле существует масса вариантов, то есть жанра фотографий, их огромное количество И то, что для фотографий на паспорт или фотографий для какого-нибудь журнала глянцевого и фотография художественного, это ведь совершенно разные вещи И для одного необходима очень большая четкость, для другого, например, может быть и четкости-то не надо Вот я в свое время занимался вот такое вот делать Это что такое? Это я самодельные объективы делал, ну то есть вот с помощью скотча, с помощью... Так, скотч я уже вижу, да Там отдельные другие объективы уже заводские, но они объединены, их нельзя было использовать для фотоаппарата вот таким образом Ну а вот я скотч, картон, клей и делал такие штуки А еще иногда я его просто брал, объединял Два Так, это Линзы различные Это чуть ли не цементом тут Да, это холодная сварка Так, вообще мило, конечно, да, чем только фотографам не приходится заниматься, да Вот для того, чтобы создать такое размытие какое-то очень интересное, специальное, да То есть, чтобы не было четкости, возникла какая-то размытость, но это уже, видимо, такое художественное фото, да Еще один представитель фотографий смартфона Ну смартфон, да, тоже такой прибор, который иногда дает необходимую размытость, сам при чем нас не спрашивая А зачем вот эта штучка? Если, например, здесь для прикрытия, то никак изображение не испортится А ты ее не закрывай А вот если верхнюю закрыть, то что, видно что-нибудь? А что нет? Ничего не видно, а за нижней, да, что видно Да, потому что ты видишь из верхней линзы, а пленка будет видеть из нижней линзы Так, давайте пока повторим вопрос То есть, у пленки есть глаза? Ребята, ну как, грубо говоря, видеть? Ребята, вы очень сильно задумались, вопрос-то был простой Как вы думаете, каким свойством фотограф как человек должен обладать, чтобы стать хорошим фотографом? Ведь это же очень просто, можно предположить Как-то вы очень серьезно думаете, наверное, в гаджетах ответа нет Да Это, наверное, головой подумать надо Не бойтесь, отвечайте, предполагайте Можно вас спросить? Думайте Вы говорили очень много про то, как проявляли пленку А что с пленкой в самой фотоаппарате происходит? Вот, не говорили мы еще Смотрите, тут было уже сравнение очень хорошее Про то, что пленка это как глаза Ну да Да Что, как мы видим, у нас есть линза У нас есть диафрагма Ну вот как, то, что называется в фотоаппарате То, что регулирует количество света тоже сейчас, да? Можно? Здесь вот есть некоторое количество различных крутилок И вы можете увидеть, что мы берем одну крутилку, когда перемещаем У меня есть линза, да? Да Там изменяется диафрагма ее размер Это как раз Это как раз отверстие, через которое туда все поступает Это как мы моргаем, то есть вот так У нас зрачок там настраивает Да, 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 зрачок настраивает В зависимости от освещенности, да? Чем меньше света, тем больше нужно раскрыть диафрагму Чем больше зрачок становится Чем больше света, то наоборот И, соответственно, потом, после этого Свет попадает на пленку, точно так же, как это происходит в наших глазах И в наших глазах он возбуждает рецепторы А там он воздействует на химические вещества В частности, галогениды серебра Соединение серебра А в компьютере это специальные датчики, которые реагируют на свет Так, у нас, кстати, есть желающие ответить, Захар, на ваш вопрос Сонечка, потом эту штучку с тобой покрутим Можно я еще покручу? Да, покрути пока ты Соня, а ты пока поговоришь с ним, ладно? Привет, как тебя зовут? Зачем? Так, тихо, тихо, тихо Как еще раз? Витя Витя, хорошо, а сколько тебе лет, Витя? Восемь Отлично, а ты в какую школу ходишь? Восемь Чатый Хорошо, а чем ты любишь увлекаться, например? Читать Читать, отличное увлечение Ты хочешь ответить на вопрос, да? Ха Давай Скажи, каким должен быть фотограф, по-твоему? Хорошо видеть Это важное качество видеть, да? Это, конечно, важное качество У меня был немножко другой вариант, что-то Подожди, подожди, вариантов много Давай, давай, сейчас Вот он должен хорошо видеть, может, что-то еще ты думаешь? Ну, предполагаешь Чувствовать объект Чувствовать объект? Чувствовать объект Это важно? Это, по-моему, просто очень важно Хорошо, давайте два варианта нам дали Хороших И Захар говорит, что оба правильных Оба правильных, да? Но я спрашивал немножко по другому Я тоже хочу спросить Подожди, давай мы пока разберемся Звонишь, а потом проговорим наши версии, да? Витя Ты ответил правильно Мы признали всем консилиумом, что ответ правильный Какой приз ты хотел бы получить? Ты что хочешь? Книгу? Книгу Отлично, у нас есть изобретение И, ну, наверное, тебе дай мальчика не готов А почему? Думаешь, почему думаешь, что мальчик провяжет? Изобретение А? Изобретение Вот, изобретение Хорошо, ты их получишь Все отлично У меня был вариант, пожалуйста, скажи Да, вот какой у тебя был вариант У меня был вариант, что нужно терпение, во-первых, вот Ну и все Терпение, да? Захар А если поговорить языком фотографа Выдержка Вот, ну, да Терпение, выдержка Потому что это же несколько Умение ждать момент Да Умение ждать момент Подбирать, ну, там, как фотограф Вот одна из самых известных фотографий 20-го века Была сделана следующим образом Представляете, Нью-Йорк, зима, выпал снег, очень много снега И фотограф шел по улице и увидел прекрасную вот эту картину Фактуру того, как выпал этот снег, как светят фонари Но пустая улица и нету самого сюжета фотографии И он стоял, если я не ошибаюсь, 30 или 40 минут Достаточно долго на морозе И ждал, когда же появится Что-то живое Да, вот этот объект Ага Сюжет фотографии И он дождался И проходит человек Нет, не проходит человек Просто человек проходит, это не очень интересно Там кучер гнал лошадей с повозкой И вот эта повозка на огромной скорости Очень горячие лошади, парящие Это, наверное, красиво Да, это очень красиво и это очень драматургично На самом деле, вот когда выставки, фотовыставки проходят Это же надо еще успеть, пока лошадь там бежит с фоткой Иногда просто не понимаешь, как человек мог поймать вот этот момент Ведь там столько должно всего сложиться Где-то там солнце не пропасть должно в это время еще Фотоаппарат держать на готове Фотоаппарат держать Да, я всегда с собой беру видео Это не так было Вчера, наверное, уже запись Из-за, им, расчетка, что уральские пельмени Снимали фильм «Звездные вопли» Какое у нас освещение Только солнце, больше ни на что денег не хватает Ну это немножко на другую уже тему Так, ну что, ребят, у нас еще и есть время Кто-то еще вопрос хочет задать? Соня? I don't know I don't know Так, на английский перешли, да? Ева? У меня больше нет Тоже нет вопросов? Захар? Тоже нет Надо подумать, что же можно такое задать Такое, каверзное Такая тема, ребят Биг фотоаппарат Биг фотоаппарат Вот у меня такой есть вопрос А как вы думаете Вот первые фотографы, там, 19 века Они по образованию Кто были в основном? А, художники Художники-иллюстраторы Так, подождите, ребят Вас спрашивали? Да Вас спрашивали? Да Или слушатели все-таки? Вот нам говорят, что времени не хватает на слушателей Давайте мы тогда предположение выскажем Хорошо Ну да, мне кажется, правильно сказали Ученые, там, художники В основном, кто относится к этому А как вы думаете, как взаимодействовали Как вот художники относились к фотографам Очень длительное время Признавали ли художники фотографов как за искусство? Мне кажется, не совсем Потому что художники все-таки добавляют что-то свое в картину Цвета иногда меняют, чтобы было выражено их чувство А вот, как я и сказала, фотографы-то точно передают Вот это движение, сам мир Потому что... Ну, я бы сказал, Захар, что художники до сих пор еще скептически относятся к фотографам Когда иногда один художник хочет обидеть другого художника Да ты просто фотографию тут нам нарисовал, как бы Ну, просто один момент, а он-то добавляет свое Там, завитки, мазки И фотограф тоже может добавить свое, так ли? И вот моя позиция какая? Мне кажется, что искусство настоящее происходит в момент Вот, когда мы что-то ждем Когда мы ищем И это очень важно Не важно, на что мы фотографируем Мы фотографируем на такой фотоаппарат На 35 миллиметров или на айфон Или на спичечный коробок На него тоже можно фотографировать А вот можно с помощью пленки, с помощью пинг-хоффекта Вы делаете дырочку маленькую в этом Все, берем пленку, берем коробок Где мы, коробок Можете в интернете поискать, как это делается Спички, детям, игрушки Так спички выкинь Там не нужны, спички не выкидываются Главное, уметь видеть красоту этого мира Если умеешь видеть, если умеешь ловить момент Тогда это будет настоящее искусство Все, к сожалению На такой вот хорошей ноте Ребята, короче, я так понял, что этим летом Спичечные коробки вы заберете и будете пытаться на них фотографировать Ну, а что они, да А где идешь к осени, устроим выставку Фотографии, сделанные спичечным коробком А с чего, почему нет Пока наша программа, к сожалению, подходит к концу Она уже закончилась, но мы еще понемножку в эфире Поэтому мы желаем всем здоровья Прекрасного настроения Отличного выходного дня И встретимся в следующем воскресенье На той же волне 101.0 Да, в то же самое время А кто будет ведущим, мы узнаем уже через неделю Сдать экзамен по английскому Сдавайте все Всего доброго, до свидания А мы нет Детская познавательная программа Открывашка